Почти 9% избирателей проголосовали против всех на выборах депутатов городского совета. Общая явка не добралась даже до 30%, а кандидат в губернаторы от ЛДПР набрал небывалые 23%. Прошедшие выборы обсудим с политологом Сергеем Комарицыным, он у нас в гостях. Сергей Гуревич, добрый день. Добрый день. Первый вопрос, который, наверное, волнует лично меня больше всего, почему такая низкая явка? Вот совсем не было интересно жителям приходить на выборы. Ну, она, в принципе, низкая, но практически такая же, какая была, если говорить про губернаторские выборы, в 2014 году, но там чуть-чуть больше было, на полтора процента. А по городу Красноярску она практически такая же, как была в 2013 году, и как она была на выборах главы города тогда, и на выборах городского совета. Там было 20 и 18, ну и сейчас в пределах этих цифр. Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что она везде низкая по всей стране, и у нас она низкая, ну, по большому счету, неудивительно, так она и должна была быть. Ну, смотрите, раз мы уж возвращаемся к прошлым выборам губернаторским 2014 года, если мне не изменяет память, Толоконский тогда тоже набрал 63%, так же, как сейчас примерно УЗ. Но его ближайший конкурент, Валерий Сергеенко, 14%, а Бондаренко 23%. То есть, ну, это взлет. Вот как оцениваете ситуацию? Ну, все-таки эти выборы сильно отличаются. Хотя и те были выборы, с одной стороны, огромные ресурсы, административные, политические. И, с другой стороны, со стороны Сергеенко была только его известность, авторитет. Он все-таки был человеком достаточно авторитетным, грамотным, одним из ведущих политиков Красноярского края, очень уважаемым человеком. Что нельзя сказать о Бондаренко, что он известен всему краю, как был известен за, там, 30-40 лет своей работы в крае Сергеенко. Да, поэтому, конечно, это разница серьезная в показателях. Но здесь, я думаю, конечно, основное – это федеральная повестка, это протест в настроениях избирателей. То есть, это протест огромный, потому что мы, например, видели вот этот митинг, там, вчера в день голосования, да, против пенсионной реформы, которую устраивала несистемная оппозиция, то есть у них, в общем-то, ресурса нет. Но они организовали очень серьезные, на мой взгляд, мероприятия, значит, в отличие от политических партий, которые, вот, заявляли и ЛДПР, там, и «Справедливая Россия», и КПРФ, что вот они выступают против этой пенсионной реформы, но они не смогли конвертировать в какое-то политическое действие. Да, ведь не было, хотя были в это время всероссийские акции протеста, там, 3-го сентября, например. А у нас они не состоялись в городе Красноярске, в отличие от того, что происходило там в других регионах. То есть эти партии не смогли не использовать. КПРФ, на мой взгляд, просто эту тему слила. Ну да, это тема спортивная. И у нее компании-то никакой не было, но они получили 15%, и, видимо, 4 мандата в городской совет, при том, что компании как таковой было не видно. От КПРФ, да? Это предыдущий заступник? Нет, это все-таки результат вот этой федеральной повестки. Тоже касается ЛДПР. Конечно, там был огромный ресурс, в отличие от КПРФ, да? И видно, и мы понимаем, кто там спонсор, и кто за этим стоит. Значит, это очень серьезно. И люди организационно, конечно, надо отдать им должное. У них была самая грамотная компания, значительно более содержательнее в технологическом смысле, чем компания Единой России. Поэтому такой результат. Вот сейчас окончательно цифры еще не подсчитаны. Вот в начале выпуска у вас там было, что Единая Россия на первом месте, но вот я смотрел там последние цифры, все-таки 28% у ЛДПР, то есть ЛДПР на первом месте. Ну, они, наверное, будут меняться, пока не досчитаем там до завтрашнего дня, какой будет окончательно. Ну, в любом случае, конечно, это потолок, потому что ЛДПР имеет огромный антирейтинг, и выпрыгнуть из штанов они не могут. Значит, вот, но канализированный вот этот протест, потому что его, по сути, власть сама помогла, вот она канализировала, помогая, так сказать, снимая там патриотов, значит, и вот в реальности помогая ЛДПР, получила такой результат. Конечно, там разные люди от ЛДПР, так же, как от всех других партий, там разные люди, но состав, вот, городского совета, на мой взгляд, будет не менее проблемным, чем вот в действующем, в городском совете, который предыдущем. Поэтому, я думаю, что придется очень сложно, с ними же надо будет договориться, а там мы видим, что люди там коммерческие в этом составе, есть там значительные части, которые сейчас будут расторговывать, там, какие-то привилегии себе выделять. То есть, это будет так же, как в предыдущем составе. Вот раз уж мы перешли, да, к теме горсовета, то есть, какая будет расстановка сил? То есть, я понимаю, что большинство Единой России уже не получить, раз уже такие цифры, или как это будет? У нас же формируется горсовет по другим принципам, от разных, ну, например, мы знаем, там, известных людей в нашем городе, очень влиятельных, там, структуры эти, которые выставляли своих людей от разных партий. То есть, для них, они хотели сформировать, там, свою группу интересов в этом городском совете, и они там будут, вне зависимости от партии. Вот как было в предыдущем, там, строительное лобби, да, мы знаем, что они шли абсолютно от разных партий, но, когда речь касалась их корпоративных интересов, они там мгновенно консолидировались, несмотря на внутренние противоречия, там, на то, что они там друг друга не любят, они проводили те решения, которые были им выгодны. Вот, здесь эти группы интересов будут присутствовать, здесь есть коммерческие люди, которые будут решать, так сказать, свои вопросы путем вот этой торговли и голосами, в том числе. Вот, контроль власти за горсоветом сохранится при любом, значит, раскладе, меньше получит Единая Россия, больше, потому что есть другие каналы контроля. Контрольный пакет будет у властей, у краевой, я имею в виду, но каждый раз придется с этими людьми договариваться и торговаться, да. То есть, резюмируя, ничего практически не поменяется, да, к сожалению, время подходит к концу. Сергей Гуревич, спасибо вам, у нас в гостях был политолог Сергей Комарит.